Здравствуйте, в эфире программа Точка зрения и сегодня свою точку зрения на главные события жизни города и региона выскажет депутат законодательного собрания области Людмила Гусева. Людмила, здравствуйте. Здравствуйте, Вера. Сегодня поговорим о важном региональном событии. На днях в Рио губернатора Георгий Филимонов дал старт серии стратегических сессий по подготовке стратегии социально-экономического развития нашего региона на 5 лет. Самое главное, да, к разработке приглашены не только эксперты, но и общественность, простые вулакжане. Что, на ваш взгляд, наиболее важно отразить вот такой стратегии? Ну, первое, очень здорово, что вовлечены как раз жители области, потому что здесь я не буду ни в коем случае оригинальной, но хочу подчеркнуть это. Ведь если мы живем в этом доме, если мы живем в этом регионе, то кому как ни нам, понятно, что, во-первых, требуется, а во-вторых, что это нужно именно нам. И даже, наверное, в-третьих, здесь будет очень важный фактор, что мы понимаем, что здесь будут жить, я очень надеюсь, да, что мы планируем, что здесь будут жить наши дети и внуки. То есть мы думаем не только о сегодняшнем дне, что важно, но мы думаем и наперед. Это как бы первый такой важный блок, о чем хотелось бы сказать. Второе, чем сильны стратегические сессии, что на них приглашают, в них приглашают участвовать, прежде всего, профессионалов той или иной отрасли. Ну, либо если это общественное объединение, то это люди, которые неразрывно связаны с этой отраслью, более того, это люди, которые переживают, болеют, которые непосредственно вовлечены еще и, прежде всего, за счет своей такой вот точки зрения жизненного опыта, с точки зрения своей такой неуспокоенности, заинтересованности личной. Поэтому получается вот такой вот очень хороший симбиоз, да, когда у нас с вами есть люди-профессионалы, обученные этому, и люди, которые, как правило, к слову сказать, тоже профессионалы, но перешедшие в общественники по той или иной причине. Поэтому у нас получается очень грамотно составленная стратегия. Вот, наверное, я бы на этом остановилась, почему она грамотная. И еще очень здорово, что идет серия стратегических сессий. Почему? Потому что далее они выстраиваются в единую линейку большого стратегического развития региона, уже объединенного, ну, вероятнее всего, я думаю, что к этому будет вести стратегия. Какой-то единой целью, да, на какие ключевые, соответственно, цифры, на какие ключевые факторы успеха, к каким ключевым факторам успеха мы должны прийти. Я думаю, что это и будет, собственно говоря, итогом, который все вместе мы и будем потом реализовывать. А потом еще, знаете, Вера, ведь очень важная вещь, что это сразу разделенная стратегия. Да, потом, безусловно, мы будем ее обсуждать, докручивать и так далее. Но это изначально разделенная стратегия, потому что кто ее делает? Те люди, которые, опять же, здесь живут. Вот фактор, наверное, главный успеха подобного рода обсуждений. Ну, как депутат Законодательного собрания, от Череповца, вы наверняка будете участвовать в формировании нашей Череповецкой повестки в этой общей стратегии. И наверняка будет обсуждение, и, как я понимаю, уже оно есть, с городским сообществом. Как будет построена, например, конкретно ваша работа по взаимодействию с городским общественным пространством, скажем так, да, с общественностью и по формированию вот этой стратегии? Ну, первое, безусловно, это работа, которую депутат ведет в постоянном режиме, и это, наверное, главная его задача, это общение с людьми, которые тебя выбрали на той территории, где тебя выбрали. Во-вторых, ну, если ты сам живешь на этой территории, то очень странно не понимать, что здесь происходит и что важно для этой территории. Но самое главное, что сейчас правильные вопросы, если отвечать на ваш вопрос непосредственно, Вера, то мы, проводя сейчас информационные конференции о том, что происходит в регионе, какие программы запущены. Георгий Юрьевич Филимонов запустил, как мы знаем, уже не один десяток программ, да, которые направлены на точечное улучшение здесь и сейчас, тех самых болевых точек, которые были оперативно выявлены. Мы можем сразу видеть реакцию людей, мы сразу видим обратную связь по вопросам, мы сразу видим, точно ли мы дошли до сути того или иного вопроса, и, соответственно, собирая вопросы и мнения, мы, опять же, концентрированно создаем вот такую вот обратную связь, на которую очень оперативно можно и грамотно реагировать, что, собственно говоря, и происходит. Если возвращаться к депутатской вот вашей деятельности, вы, председатель комитета, как раз-таки связаны с экологией, природопользованием, и наверняка в этом направлении хотелось бы, наверное, более, да, остановиться подробно, да, формируя в том числе повестку, нашу череповецкую в этой общей стратегии. В череповецкой повестке здесь, знаете, с точки зрения экологии природопользования здесь еще один есть, одна вещь, которая кроется вот под этими словами и которая, как оказалось на последних встречах, стала очень значимой для наших людей. Это переработка отходов, это, соответственно, вот эта дуальная система сбора отходов у нас на территории города, появление, опять же, смотрите, какая интересная программа и значимая по замене, скажем, контейнеров для сбора мусора, да, контейнеров, перевод на дуальную систему, то есть то, что мы сейчас с вами имеем возможность, по желанию, да, люди могут принять решение, у нас может мусор собираться, отходы, правильнее сказать, собираться в два вида, соответственно, контейнеров, кроме того, по решению Георгия Юрьевича Филимонова у нас будет новая программа, которая у нас теперь в Череповце будут такие очень аккуратные, так называемые, шкафы, да, будут стоять для мусора, посмотрим, опять же, как они себя зарекомендуют, да, и очень здорово, что мы опять сможем дать обратную связь и посмотреть, насколько это все работает. Очень много вопросов стали люди задавать о переработке, и очень хорошо в данном случае мы, вот в данном случае мы хорошо отработали с чистым следом, на мой взгляд, было очень такое серьезное совещание по поводу того, как будет вывозиться мусор с территории, обсуждали, как сделать так, чтобы это было для людей комфортнее, чем до сего момента, и везде нашли точки соприкосновения, то есть на самом деле такой диалог выстраивается, вот, наверное, мой комитет, вот это такая самая значимая с точки зрения людей, да, тема, плюс нельзя не сказать о новой программе, которая запущена Георгием Юрьевичем, это парки в лесах. Да, конечно, это не Череповец, это Череповецкий район, но тем не менее у нас несколько районов области взяли эту тему, и смотрите, это сразу и туризм, и наша с вами возможность отдохнуть, потому что мы прекрасно понимаем, что у нас замечательная природа Вологодской области, но мы подчас не знаем, да, как правильно провести время и выбирая тот или иной вид досуга, но, как правило, идем уже хожеными, что называется, маршрутами, а здесь на территории разных районов нашего региона появятся вот такие вот парки в лесу, то есть там можно будет и правильно отдохнуть, правильно я имею в виду, не нанося вред природе, как это, к сожалению, часто случается, но при этом будут сделаны очень удобные тропы, возможности для, где это, опять же, не наносит ущерб природе, для велосипедного отдыха, да, зимой это будут лыжные трассы, ну, то есть, по крайней мере, это будет такой очень востребованный, особенно череповчанами, вид отдыха. Посмотрите, какой популярностью пользуется тропа здоровья в Череповце, да? Абсолютно. Никому не нужно доказывать необходимость подобного рода рекреационных зон создания, поэтому очень хороший, еще один очень хороший проект в Рио губернатора. Угу. Возвращаясь к стратегии нашего развития на ближайшие пять лет, будет, как я понимаю, обсуждение переведено там в рамках уже городских и районных стратегических сессий, да, то есть мы сначала обсуждаем, грубо говоря, в столицах, да, потом в наших районах и городах, как, грубо говоря, вот такой вот лайфхак, как принять участие. Вот я активная череповчанка, хочу выразить какие-то свои, свое мнение под каким-то вопросом, да, чтобы мое мнение было услышано и внесено вот в эту стратегию. Как действовать, куда обратиться? Ну, первое, вы можете об этом заявить в управу, вы можете об этом, ну, сказать о том, что вы хотите участвовать в том или ином, условно говоря, обсуждении. У нас точно совершенно руководители управ в этом плане очень отзывчивые люди и заявят вас в ту тему, которая будет, соответственно, обсуждаться. Второе, я не буду против, если вы напишите мне в социальные сети, для этого абсолютно точно готовы воспринять то количество желающих, какое захочет мне написать. У меня есть специальная страничка депутатская, поэтому вы можете написать обращение и сказать, где бы вы, как эксперт, хотели выступить. Мы обязательно это учтем. Ну, получается, сейчас у нас формируется некая такая, как принято сейчас говорить, дорожная карта на ближайшие пять лет, такой план, куда мы движемся и как будем развиваться. Но вот все-таки такую небольшую червоточку внесу в наш разговор. Насколько, на ваш взгляд, такие документы, в принципе, работоспособны? То есть не останется ли это все вот на бумаге, да, вот мы все красиво расписали, и что-то уйдет, грубо говоря. И, в принципе, пять лет – это очень большой срок, особенно по современным мерам, когда все очень молниеносно меняется. Ну, стратегия, она и предполагает такие очень крупные, но при этом, знаете, ключевая вещь, если стратегия прописана верно, то там как раз ключевые определяются точки, к которым мы должны подойти. Ну, контрольные, по сути. Контрольные, да. То есть если мы их правильно обозначим, так как мы их хотим, какими мы их хотим видеть, то, собственно говоря, дальше тактика и, скажем так, вот то, что вы назвали дорожной картой, ну, должна уже отработать, здесь уже должны профессионалы своего дела, ответственные департаменты, ответственные, скажем так, на местах, должны будут реализовать ее. Тут уже дело будет идти, дело как раз за реализацией. И здесь поэтому у нас с вами есть общественный контроль, опять же депутатский, депутатское вовлечение, да, и опять же здесь как раз ключевая вещь, стратегия работает тогда, если в том случае, если как раз она разделена. То есть если, ну, большинство, все нельзя нереально добиться этого, но все-таки если большинство в это верит и считает это правильным. Но я очень надеюсь, что в силу того, что она вот у нас из глубин снизу поднимается, то я очень надеюсь, что мы все будем разделять прежде всего то, что стратегические цели это то, что нам всем нужно. Если мы будем все работать на то, что нам каждому нужно, ну, мне кажется, шансов на то, чтобы состоялся удачный финал у нас намного больше. Ну и по конкретике, естественно, хотелось бы понимать, да, все-таки, как вот с вашей точки зрения, какие будут вот те самые болевые точки в этой стратегии отражены и что обязательно нужно включить? Да, это очень сложный, но в то же время очень понятный вопрос. Потому что, безусловно, мы все понимаем, что запрос жителей региона или запрос жителей Череповца, поскольку мы прежде всего говорим сегодня о нашем городе, конечно, сводится к таким темам, как здравоохранение. И здесь масса вопросов, которые нужно принять, договориться, как мы решаем, к чему мы идем, что для нас будет обозначать, что мы правильно идем к достижению той цели, которая поставлена в том числе президентом, в первую очередь президентом нашей страны. Это здоровье-сбережение, народосбережение, повышение рождаемости. Это все, несмотря на то, что другой проект, там условно демография, но здравоохранение напрямую влияет на продолжительность жизни, на детскую смертность. Ну, в общем, здесь все понятно совершенно. И мы понимаем, что это одна из ключевых болевых точек. Безусловно, должна быть, казалось бы, у нас с вами достаточно благополучной с точки зрения устойчивости город, вот экономической устойчивости город. Но мы же опять же проходили с вами, к сожалению, периоды, когда сложно все было с крупной промышленностью. И тема диверсификации экономики продолжает, несмотря на то, что мы много раз о ней заявляли, выходили на эту тему, но она продолжает оставаться значимой. Значит, должно быть обсуждение и на эту тему, как мне видится. Может быть, оно будет на региональном уровне, и достаточно будет концентрации там. Дальше, конечно же, тема образования. Это, безусловно, значимая тема, потому что очень здорово, что уже сейчас мы видим такое пристальное внимание. Вообще, когда Череповец получил 4,4 миллиарда рублей на развитие, на бюджет развития добавлен, то, конечно, мы сразу увидели решение, ну, таких ключевых болевых вещей. Но, тем не менее, поскольку мы говорим о стратегии, да, то мы должны понимать, что это не только ремонты текущие, там, наших учебных учреждений, учреждений дополнительного образования, но и вообще перепрошивка этой всей системы. Нельзя забывать про старшее поколение ни в коем случае. Мы понимаем, что в этой части, да, это, безусловно, и здравоохранение, но это и тема, скажем так, того, как старшее поколение себя чувствует. Вопросов очень много, да, а тема городской инфраструктуры. Но мы же прекрасно с вами, Вера, вы, наверное, не единожды начинали выпуск новостей из того, что у нас снова с вами, простите, очередная труба, по-простому сказать, ее снова прорвало, да. И очень здорово, как говорит Вадим Евгеньевич Германов, наш мэр, никто не видит, что мы, это незаметно, что мы монтируем новый котел, да, в Зашексненском районе. Но мы же понимаем, что без этого самого котла такой огромный район не сможет развиваться. Вот еще такие очень значимые вещи, которые не всегда заметны, но подчас действительно имеют определяющую роль в развитии нашего города. Ну, вот вроде все действительно понятно, и на самом деле-то все известно, но какого-то сводного единого действительно плана, по которому двигаться, как развивать спорт, как развивать культуру, там, как еще какие-то, наверное, все-таки, да, действительно не хватало. И, наверное, вот эти стратегические сессии, серии, она как раз поможет как-то структурировать это. Конечно, потому что, естественно, у нас будет там и сельское хозяйство. Ну, то есть все сферы будут покрыты вот этими стратегическими сессиями, круглыми столами. Другое дело, что у нас с вами программы не хватит, чтобы все это обсудить. Поэтому мы давайте сегодня сконцентрировались на тех, которые в первую очередь будут значимы для нашего города. Ну, я думаю, мы еще не раз обратимся к этой теме. Приходите в гости. Благодарю вас. В эфире была программа «Точка зрения». Сегодня у нас в гостях был депутат Лазгонодательного собрания области Людмила Гусева. В студии работала Вера Кучеренко. До встречи. Берегите себя. Редактор субтитров А.Семкин